Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Я думаю, многим из вас известно, что на сайте ЧСКОМ прошло обновление режима тактический штурм и появился новый режим под названием тактическая битва. Что это такое? Кроме того, что вы должны решить определенное количество позиций, конечно, наибольшие из возможных, которые соответствуют вашему уровню за 3 минуты, вы еще и параллельно состязаетесь с каким-то случайным соперником. Шахматиста могут подобрать достаточно сильного или менее сильного, чем вы. Но, во всяком случае, это всегда очень интересно. У меня сейчас рейтинг 2628, но это, как я понял, не очень большой показатель, если тут у людей уже под миллион этот рейтинг, видимо, тренируются, занимаются и, соответственно, набивают его. Ну, я просто решил снять вот такой пилотный выпуск, посмотрим, что из этого получится. Итак, поиск соперника. Пока непонятно, кто здесь попадется мне. Может и мастер попасться, и шахматист без особых, так сказать, регалий. Итак, шахматист из Канады попался мне, ну, честно говоря, не самый сильный шахматист из возможных. Вот он тоже что-то параллельно решает, да? Позиции пока, конечно, простейшие. Так, тут вилочка. Так, довольно бодренько оба шахматиста решают позиции. Пока что, опять же, никаких проблем не возникает. Так, тут у нас Матецкий. Молодецкий. Так, тык-тык-тык. Ну что, коня защищаем. Тут у нас вилочка. Опять же, просто все, очень просто. Так, забираем здесь, ну, и в принципе, сюда-сюда. Пешечник вроде бы как выигран. Так, шажочек. Ну, тут мы не будем, конечно, идти в спертый мат. Ну, КНЕ4 можно сыграть, подождите. А тут что за позиция? КНЕ4. Что-то я не понял, что тут делать. Ладно, давайте КНЕ4. Не совсем я успел понять, но здесь понятно. Ну, кстати, не сильно-то я опережаю соперника. Так, забираем ладей в 8, да? Убираем ладью. Так, ну тут мат вообще. Какой-то простой вариант. Ну тут понятно. Так, тут в принципе тоже более чем понятно. Чем-то вроде сложные, посложнее позиции, а потом совсем простые. Так, тут у нас, что тут у нас? Первая ошибка со стороны соперника. Ну, мат вообще, что тут думать-то? Так, здесь у нас, у нас, у нас. В квартире газ. Ну, двойной удар. Вот так вот. Вернее, не двойной, но там выигрыш пошел. Тут вообще простая позиция. Так, здесь у нас опять мат. Не знаю, это что-то совсем простое. Вот тактический штурм было посложнее. Но опять же, у нас поровну сейчас очков. Правда, он не разошився. Вопрос, что делать дальше. Как-то ловить коня, да? Ну да, просто ловим коня, и там дальше связка. Мата по первой нет. Берем. Ну и тут какой-то должен быть, ну, простой вот такой вариант. Совершенно простой. Так, теперь здесь у нас позиция очень интересная. Ну, тут такой вот шминделечек. Это понятно. Но он закончил, кстати. Я у него выиграл совершенно без проблем. Шаг сначала, и вот такой вот ход. Не хочется ошибаться просто. Так, ну тут ферзя надо как-то выиграть сейчас я. А, ну нет, не ферзя, просто связка. Так, теперь ход белых шах и шахи-шахи-матых. Шахи-матых. Давай, бери-бери-бери кого-кого? Коня в ферзё. Вот, и теперь, ах, не успел. Ай, 29. Ну, 29, я не знаю. Я на 5 минут, конечно, решал. У меня максимум был 40. А тут за 3 минуты почти 29. Ну, вот такой вот пилотный выпуск. Не знаю, продолжать это или нет. Как-то рейтинг мне прибавили. В общем, пишите под видео в комментариях, что вы думаете по поводу этого штурма. Как тут вообще рейтинг начисляется. Сразу достаточно много мне бросили. Почему такого не очень сильного шахматиста бросили мне? Ну, в принципе, тоже. Этот рейтинг 1929. Отражает ли он его реальную силу? А ну-ка, давайте посмотрим, что тут. Не понял. Это в пуле у него 20-20, да? Или как нам узнать, с кем мы играли? Монреаль. Ну, да, видите, в принципе, тактически... Хотя, видите, тактический штурм 42 больше, чем у меня. Интересно. А тут пуля... Ну, да, конечно, шахматист не очень высокого уровня. Но, тем не менее, я думаю, что было весьма занимательно. Спасибо за внимание. До свидания.